Мы собрались сегодня на рассказ о миниатюрах как в виде искусства. Конкретнее даже не о миниатюре как таковой, а о портрете миниатюри, потому что там тоже свои жанры. Там есть пейзажные миниатюры, есть миниатюры тюмор, это очень своеобразная, потому что они очень часто играли роль брошей и украшений. Есть особый жанр, это так называемая траурная миниатюра, примыкающая к ней жанр плетения из волос, любовный, траурный. И я вот эти жанры пока не трогаю. Я буду говорить собственно о миниатюре, причем о миниатюре, сегодняшней лекция посвящена миниатюре преимущественно английской. И преимущественно той эпохи, которую называют Гергианской, простите эпохи, и эпоха Регинства. То есть это конец 18-го и самое начало 19-го века. И если это будет интересно, то мы можем продолжить уже говоря об миниатюре французской, русской. И очень интересная тема эта миниатюра, скажем, Екатеринского времени или камерный портрет времен Павла Первого, Александра Первого. Это, естественно, связанная с этим искусство акварелистов. Миниатюра, само это слово происходит от названия красной краски минимум. Дело в том, что этой краской, как вы знаете, в рукописях делали инициалы, то есть буквы начальные. И потом ей выписывали маргинали, то есть, соответственно, орнамент на полях. И вот в этом орнаменте могли попадаться уже такие предшественники того, что мы называем портретной миниатюрой. Ну вот, здесь крупным планом дан, не очень крупным, тем не менее, с увеличением им все равно сильно дан орнамент. Часослово. И вот здесь вот изображение Христа в таком вот медальоне. И в таком медальоне могли быть не только изображения святых или спасителей, но могло быть изображение государя или владельца этого часослова. Собственно, от этого слова иллюминирование, иллюминары это украшать или освещать, приводим с латинского языка. И вот от этого произошло английское слово лайнер, то есть искусство миниатюры. И лайнер это миниатюрист были, придворные миниатюристы. То есть они таким образом, что согласно самой этимологии слова, происходили от тех, кто украшал или освещал, или иллюминировал вот эти средневековые и возрожденческие рукописи. И миниатюра, она играла еще одну интересную вещь. Это именно портретная миниатюра, миниатюра портрет государя. Она являлась таким аналогом его личной печати. То есть мог быть отправлен документ, в котором вместо подписи и печати рисовался портрет государя с натурой, довольно быстро. И указывался его возраст. И вот такой пример, это одна из первых английских миниатюр Лукаса Хоумболта. Это портрет 30-летнего Генриха VIII, того самого, у которого там, как вы помните, было много жен. Вот так он выглядел 30 лет. И вот это, почему считается она из первых миниатюр, потому что последствия она была вырезана из деловой бумаги и превращена в такой камерный портрет. Собственно, портреты Гальбейна, они тоже играют такую подчиненную роль. Это первоначально. То есть это такого же типа были миниатюры, которые помещались, как и работы Клуэ. Это вот первые миниатюристы Ганс Гальбейн и Ваханцы и Клуэ. Это были портреты знатных людей, которые помещались на какие-либо их автографы, а потом могли вырезаться и использоваться как фотография, как напоминание о близком человеке. Потому что изначально маниатюра была документальна. Это не парадный портрет. Он не возвеличивает модель. Он показывает модель такой, какой она и какая она есть. Я не знаю, по-моему, в этой презентации вы увидите один из миниатюр Смарта, где изображен человек, пострадавший во время лондонского пожара знаменитого и ослепший в результате этого пожара. Но вот Смартова изображает так, как он реально выглядит. То есть с рубцами и с этим бельмами глаз. И вот так же любая портретная миниатюра, она показывает человека таким, какой он есть. И в этом она такая наследница римского скульптуры, римского скульптурного портрета. Миниатюра начинает играть и не только роль удостоверения личности, она начинает играть роль, так сказать, такого портрета сватовства. Дело в том, что монархи, конечно, не вольны выбирать себе невест, но Генрих VIII был исключением, он себе невест выбирал. И в то же время у него была очень деликатная задача, чтобы заранее никто не знал, кого он выберет, дабы не спровоцировать какой-то международный конфликт. Поэтому его художники, они привозили ему маленькие портреты, но иногда это были большие, правда, в полный рост, но чаще всего это были маленькие портреты для предварительного ознакомления с кандидатурой невесты. Вот это знаменитый портрет Анны Клевской, который был изготовлен Голбейным. И даже на случай, если эта миссия станет кому-то известна, он даже был, вот это его оборот, то есть он был как бы оправлен в вырезанные слоновые кости безделушку, и там был секретный замочек, то есть открыть мог только король и сам художник, ну и естественно человек, который перевозил этот портрет. Вот таким образом рождалась миниатюра, и вы видите, что отсюда выделились ее жанры. Во-первых, это малого размера камерного религиозная живопись, историческая живопись, изображение архитектурных даже сюжетов. Затем это то, что привозили сначала паломники, маленькие тоже изображения святынь, а затем стали привозить во время большого тура туристы, потому что туризм возникает в Англии, это ознакомление с континентом, и занимает это по поездкам, и потом это русский аристократ, который тоже практикуется поездка по Европе. И вот тут уже привозили такие сувениры, то есть напоминания, да, сувениры, это памятник французский привозили. Вот эти вот изображения шедевров, это были копии шедевров, выполненные обычным, как говорят, обычным для миниатюры составом, но, естественно, небольшого размера. Ну, а название само, от названия, еще раз повторюсь, это красные краски минимум. И почему мы начинаем вот разговор о миниатюре с разговора о миниатюре английской? Дело в том, что английская и французская миниатюры, они выдвигаются как один из основных даже жанров живописи. Вот во время расцвета миниатюры, то есть на рубеже 18-19 веков, в начале 18 века, там это становится одним из действительно важнейших жанров, что связано с самим вот этикетом притворной жизни, когда миниатюры становятся подарком, ее носят как орден, там портрет государыни, скажем, Екатерины, Елизаветы. Кстати, Екатериниевские фавориты, они носили вот эти жалованные портреты. Традицию это вообще ввел Петр Первый, и в связи с этим тоже миниатюра пришла как искусство в Россию. Вы знаете, наверное, что он посылал учиться прекрасного художника Масикийского этому искусству, и Масикийский, кстати, он блестяще изготавливал эмалевые миниатюры. Это одно из самых сложных техник миниатюры, потому что эмаль при обжиге меняет очень сильно краски, и предугадать, какой будет цвет этой эмали, это большое искусство. Но почему об английской и французской еще? Дело в том, что в Англии так сложилось, что в XVIII веке парадный портрет, это была та ниша, которая была занята в основном фламандскими и голландскими живописцами. Они просто туда англичан, ну французы тоже, они туда просто англичан не пускали. И, видно, английские живописцы, портретисты, они занимались вот этим жанром миниатюры, прежде всего для пропитания. При том, что пейзаж тогда еще не считался самостоятельным жанром, его даже Клод Лорен, вообще известный еще раньше, конечно, чем вот та, о которой я говорю, использовал просто как вот, чтобы свое пристрастие к пейзажу сохранить, он вынужден был прикрываться религиозными сценами, там, мифологическими сюжетами, хотя, по сути, это были пейзажи. И также в Англии пейзаж еще только-только вот выходил на ванн-сцену, и потом он становится очень важным жанром. Но в то время, о котором я говорю, тоже, даже те художники, которые жаждали заниматься пейзажем, как, например, Кейнс Бора, знаменитый портретист, или вот Генри Эдридж, не менее знаменитый миниатюрист и мастер камерного портрета, который всю жизнь мечтал быть пейзажистом, но пейзажи совершенно не продавались, и он поэтому занимался на заказ главным образом этим портретом, камерным и карандашным, и миниатюрой, портретом миниатюры. Так вот, вот это вот была та ниша, которую оставили английским художникам. Вот из этой английской портретной миниатюры потом развился, собственно, такое интересное явление, как английский портрет XIX века, который действительно блестящий, и там множество мастеров очень высокого класса. И, в общем-то, английский портрет даже предельно реалистичен, в отличие от, скажем, французского или голландского, который все-таки приподнимает несколько модель. И вот интересно, что все вот эти типы портретов, они, конечно, находят свое развитие потом и в России, куда приезжают художники к русскому двору, в страну чудес, как называют Россию, Елизаветинского и Екатеринского времени. И там находят они свое поприще, там они находят своих учеников. Жаль только то, что вот русские мастера менять углу портрета, по большей части имена их неизвестны. И, впрочем, в миниатюре это не редкость, и не всегда она подписана, не всегда известны эти подписи, потому что количество мастеров, которые работают в этом жанре, ну просто огромное. Достаточно сказать, что в знаменитом словаре, наиболее полном на данный момент словаре английских миниатюристов, Дафна Фоскетт, она была прекрасной собирательницей, и она не только собирала сама миниатюры, но она собирала сведения о миниатюристах, и была непревзойденным мастером атрибуции. Так вот, в ее словаре пять тысяч с лишним персоналей, И это только вот достаточно, ну, где-то вот два века, полтора века. За полтора века. Сам миниатюра, как искусство, она уходит в прошлое с появлением фотографий, до керотипа, или там разного рода фотографии, связанных с серебром, там разные тоже были техники. Причем миниатюристы еще в цирковых годах они пытались использовать вот эти зарождающиеся техники запечатлений на пластинах. И есть такие миниатюристы, которые рисовали миниатюры по вот этим вот слабым еще оттискам, ну, не оттискам, а как бы образом негативным, позитивным, там по-разному, на вот этих пластинах. Но, что поразительно, вот перерыв традиции в этом искусстве наступил очень быстро. Почему говорят, что коллекционировать миниатюру проще всего, потому что невозможно, ну, в общем-то, поделать миниатюру определенных эпох, потому что везде своя техника, и школа очень быстро обновляется. Так вот, достаточно было перерыва где-то, ну, в два десятилетия, потому что миниатюры практически не популярны где-то в 70-80-е годы 19-го века, в 60-е она сходит на нет, как искусство, потому что фотографию заменяют для геротипа. Так вот, достаточно было этого небольшого перерыва, чтобы когда, опять вот, какой-то момент миниатюров в связи с тем, что начинается такая бурная выставочная деятельность коллекционеров, она опять входит в моду, уже невозможно вот возродить тот арсенал приемов, которые наработали, скажем, портретисты 18-19 веков. Все изменяется. И поэтому миниатюры начала 20-го века, или конца 19-го, их делали, кстати, на целлюлоиде, и это было такое большое открытие, которое позволяло заменять слоновую кость, и облегчало технику, но эти миниатюры совсем другие, и вы их никогда не спутаетесь с миниатюрами с 19-19 веков. Что еще интересно в миниатюре? К сожалению, вот это вот невозможно показать, наверное, на экране, потому что все равно это не так впечатляет, чем когда смотришь вживую. Ну вот, допустим, это прекрасный портрет одного из, автопортрет одного из замечательнейших английских миниатюристов, Джона Смарта Старшоп, у него еще был сын, Джон Смарта Ладжин. Здесь увеличение довольно сильное, ну, это миниатюра стандарт, как тогда говорили, медиум стандарт, то есть, представьте себе, где-то ее размер 9 на 7 сантиметра, то есть это очень сильное увеличение. И вы посмотрите, при этом сильном увеличении, это полноценный портрет, в котором, в общем-то, не очень-то виден и штрих. Так вот, большие мастера миниатюры, они умели работать так, что миниатюру можно было смотреть в разных степенях приближения. Ну вот, допустим, героин, братья Герен Кристоф и Жан-Орбен, французские миниатюристы, или вот Смарт, о котором я говорила сейчас только что, или Ричард Кросс. Они, английский тоже миниатюрист, они рисовали так, что вот когда вы видите миниатюру, кстати, у Кросса, они часто вообще маленькие, у него есть, сравнительно, большие, но вот здесь, например, кстати, паразитно то, что одно время маленькую миниатюру было делать легче, чем большую исполнять, потому что английские художники еще не научились делать большую поверхность слоновой кости, ее надо было очень аккуратно срезать, и была такая еще техника ее растягивания, честно говоря, не знаю, как они его добивались, размачивали кислоты, каждый соблюдал свой состав, но какое-то время вот большие миниатюры были делать сложнее, потому что то краски расплывались, то еще какая-то неприятность случалась, чем маленькие, вот это вот, что английская была школа, модель скул, да, скромная школа, когда они рисовали миниатюры в размере перстня, ну вот это вот Ричард Кроус, это вот одна из больших миниатюр, она здесь полный размер, она без увеличения, она такая и есть, вот это прокретно именитая актриса Сара Сидденс, выполненный как раз на достаточно большом куске слоновой кости, он очень гордился тем, что у него тут все в порядке, так же, как и на маленькой миниатюре. Ну вот о маленьких миниатюрах, можно смотреть на миниатюру в ее размере, вот в каком она есть, то есть это обычно от 2 дюймов, то есть это 5 сантиметров, да, это есть овал, да, есть, кстати, 1 дюймовые миниатюры, то есть, ну дюйм это вот 2,5 сантиметра, обычно по ногтю, да, вы знаете, считают, к мужскому. Так вот, есть миниатюры такого размера, и вы смотрите на эту миниатюру, вы видите на полноценное произведение живописи, то есть все там на месте, там, но потом вы смотрите на нее, скажем, в лупу, скажем, с пятикратным увеличением, и вы видите детали, то есть вы видите, допустим, радужную полочку глаза, видите склером, видите ресничку, видите волосок, все это прорисовано. Более того, у великих мастеров, таких как Смарт, или Кросс, или Косовый, вы можете увеличивать дальше, там, допустим, 15 крат, да, вот 15-кратная ювелирная лупа, и вы видите, вот поразительно, вы видите уже фактуру слоновой кости, но очень часто вы не видите еще штриха, то есть штрих, вот, или вы видите его, вот, как сеточку своеобразную, это вот пуан, да, вот, допустим, лицо делали точкой, пуан. Вы видите, вдруг оказывается, что, кажется, у вашей модели блестят глаза, или слезы в глазах, то, что вы не видели при вот первом вот этом подходе. То есть миниатюру можно смотреть несколько, как бы, слоев, каждый раз занижается это новое. Естественно, вот, миниатюру 20-го века вы это уже не видите, потому что при 15-кратном увеличении, и даже при 5-кратном, вы видите уже такой штрих, вот, как на картинках импрессионистов, да, если близко к ним подойти, то есть вы видите мазки, но образ уже разрушается. Как они этого добивались? Ну, они рисовали, пользуясь чем-то вроде камеры-обскура. Но при этом была необыкновенная точность руки, потому что, когда вы смотрите, там, в лупу, да, с этими увеличительными всякими стекла, вы, конечно, совершенно иначе чувствуете руку, и вы можете просто промахнуться, вот если обычному человеку дать, она просто промахнется вообще мимо кости. А там единственная неправильная точка, она уничтожает труд уже, ну, целого дня минимум. Потому что, как правило, миниатюры, конечно, рисуются не за один день. В один день делается набросок, и они все были прекрасными рисовальщиками, конечно. Их скетчи, наброски к миниатюре прекрасны. Но затем надо было это все как бы перенести и еще и уменьшить в масштабе. Потому что начинали с такого стандартного листа. Ну, это вот открытка, размер, под что вы открытки представляете? Вот, действительно, на таком размере рисовали подготовительный набросок, а потом уже работали с ним увеличивая, уменьшая его масштаб. Ну, сейчас попробуем немножко пройтись, посмотреть на эту технику. И далее, вот, поговорить о мастерах, о коллекционерах, договориться, что сегодня главный образом английская миниатюра. Вот так могли выглядеть миниатюры, висящие на стене либо у коллекционера, либо просто у аристократа, куда он вяжется портрет из своих друзей, иногда даже не очень близких друзей, знакомых, коронованных особ, с которыми он встречался, знаменитостей и так далее. Это музей в Варшаве, и это, по-моему, понятузских коллекциях, вернее, ее часть. Вот здесь вы видите то, что нужно миниатюристу для работы. Вот это слоновая кость или бычья кость. Слоновая кость, конечно, была лучшим материалом, хотя более трудным. Потому что, ну, бычья кость, она имеет один очень большой недостаток, как и другая, кроме слоновой. Вот слоновой нет практически кусочков костного мозга, которые очень мешают миниатюристу, потому что они являются такими черными точками, выпуклостями. Они, конечно, не видны, если вы смотрите просто на миниатюру. Но когда вы смотрите на нее увеличение, вы понимаете, как трудно их обойти, обработать, потому что они держат красочный слой. Потом с них могут начинаться всякие отколы, сколы и так далее. Кстати, первые, самые первые миниатюры делались, конечно, не на кости. Они делались на веломе или на пергаменте. Велом – это, собственно, пергамент. То есть это особо выделанный тип бумаги из кожи. Причем не на каждом. Его тоже как-то там обезжиривали спообразным образом. И составы тоже экспериментировали с ними. Надо сказать, что краски художники делали сами. И у миниатюристов это особо какое-то сложное было ремесло изготовления никаких красок, потому что они должны были быть достаточно вязкими, в то же время не очень быстро застывающими. Это когда он пишет, скажем, акварель или пастель, вот эта техника, на самом деле это всегда будет акварель, которая смешана со специфическим таким клеем. И состав этого клея у художника был у каждого свой. И этот клей, если вы держите миниатюру, он виден по таким углом очень хорошо, потому что он просто представляет собой такую блестящую поверхность. Вот обычно костюм рисовали, лицо не пользовались клеем для лица, там были свои, тоже техники всегда надо было закреплять эту краску, чтобы она хорошо держалась и не теряла яркости. И вот эти эксперименты с красками, они художникам дорого строили, стоили, как правило, потому что многие из них были астматиками, почему жестокими такими астматиками, потому что они все время возились с кислотами, с какими-то минералами, такие алхимики своего рода. И от масканой страдали Косви и Эдридж в определенные годы своей жизни. Затем, это вот слоновая кость. Это картон, особая бумага, на которую потом наклеивали слоновую кость, для того, чтобы предохранить ее, это хрупкий очень материал, предохранить ее прежде всего от воздействия среды. Потом уже придумали всякие рамы с комплексом, то есть выпуклым стеклом, с двусторонним, одно, второе стекло. И вот в этой капсуле миниатюра жила. Но все равно трещины по слоновой кости идут, это не обязательно надо ее уронить, чтобы она пошла отлично. Достаточно резкого перепада температуры. Кроме того, конечно, миниатюры держали на торец солнечного света, как и акварель, они подораживают, нацветают. Что еще нужно миниатюристу? Ну, вы видите, здесь разнообразные ракушки, вам хорошо знакомы. У нас на берегу рек могут быть такие на берегу моря, но они маленькие, это именно маленькие ракушки, в которых эти краски размешивали. И это самый удобный был, на самом деле, естественный сосуд, потому что вот эти вот извилины в раковине, они еще держали вот эту краску при размешивании, давали ей... По ним проверялась вязкость, кстати. Вот если на перламутровом этом слое она достаточно тянется, значит, она будет хорошо ложиться на кости. Что еще мы видим здесь? Ну, вот эта вот игральная карта, вот первая миниатюра, они, собственно, веалом игральная карта, на которой наклеивались. И вот по этим рисункам игральных карт очень часто можно установить даже точно достаточно датировку вот этой миниатюры, потому что менялся дизайн карт, менялась их фактура. Это вот, если карта есть, это большая удача для искусствоведа. Вот то, что вы видите, вот это вот, да, интересно, что это такое, да? Вот и вот. Это собачий зуб, которым полировали поверхность. После того, как обезжирили, еще надо было полировать поверхность вот этой кости. Ну, и далее кисточки. Здесь они такие, ну, непонятном размере, но они можете себе представить, какие должны быть они небольшие, и до чего у них должно быть сама вот эта вот кратчая часть, да, кисточки, до чего она должна быть тоненькой. Их тоже обрабатывали, наверное, так, как вот писатели обрабатывали перья. То есть, всячески грызли, мяли, потом, ну, не то же облизывали, но вот проводили эти клей-клеящие основы, чтобы кисточка могла оставить только точку. Были особые кисточки для точки, особые для штриха. Вот точка, пуант и штрих, причем у каждого, опять же, совершенно индивидуальный штрих, это вот те две манеры, которыми, собственно, оперировали при создании мини-отёра. Ну, вот там вот как раз клеящее вещество, здесь это смола, но это вот чаще всего было то, что называют губиаратик, да, то есть это, все эти материалы были дефицитные, все эти материалы привозились из колонии, здесь вот эти естественные пигменты, самым дорогим был синий пигмент, кстати, синяя краска, она всегда была дорогой, что они получали из дробления лазурита, и надо сказать, что часто средневековое произведение, их дороговизна определялась именно по количеству затраченной синей краски. Вот когда мы видим замечательные антари Рагира Вандровейдина, и видим там густо синий плащ Букоматери, это уже очень дорогое произведение, потому что там много синей краски, так и здесь вот этот синий фон королевских особ, это не только небо, но это еще и такая дань уважения миниатюриста и художника, который самым дорогим цветом пользуется и очень много его отпускает. Мне использовали еще, конечно, и золото, видите там, да, золото, но это золото, это нечто вроде сусального. Вот золото, очень тонкая фольга, которую особым образом прокатывает, и тем же собачьим зубом пользуясь, наносили на нужные места. Ну вот это то, что касается техники. Теперь как миниатюра, из чего она состоит, да, вот различные компоненты рамы здесь, ну здесь вот 1 и 2, это, собственно, лицевая и задняя фронты, да, вот эти вот рамы, они могли быть сделаны из золота, они могли чаще всего делаться из бронзы, из латуни, из особого сплава такого, который назывался, я забыл как, но не важно, это тоже вид латуни. Вспомни, армон, армон, французское изобретение, но которое по всему миру распространилось. Это, кстати, миниатюра здесь одного из братьев-банков, не знаю, правда, кому, там, Адаму и Федерико, но видно по монету, что БАК, кто его не знает. Ну вот, это показано, как ее разбирают. Дело в том, что миниатюру, если она никогда не разбиралась, желательно разобрать, во-первых, на того, чтобы управительство потерять стекло, потому что за годы ее жизни все-таки в стекле набирается самое страшное, миниатюра это благо. Поразительно, что толстое стекло все-таки пропускает микроны влаги, и лучше убрать. Вот. А современные стекла вообще не годятся, и, конечно, вынуждены иногда прибегать к ним, когда в современном оптике когда, так сказать, миниатюра там собственность стекла ломается, разбивается, но как раз оно очень сильно пропускает влагу, и миниатюра может заболеть, начать плесненность под ним. И, к сожалению, такое случается, и поэтому всегда на всяких аукционах пишут обязательно подлинное ли стекло, конвексное, эпохи, той эпохи стекло, или оно современное, и оно заменено. Потому что тогда чаще надо разбирать и вот это все убирать, протирать, сушить. Итак, значит, две рамы. Вот это вот стекло, естественно. Третье, это, собственно, вот сама миниатюра на слоновой кости. Четвертое, здесь вот в этой миниатюре, ну, тут не blue, не синее, оно тут черное, на самом деле оно темно-темно-синее, очень красивое. Это зонгитое брестовское стекло, которое использовалось для миниатюр как раз вот с локонами волос или с какими-то там изображениями на задней панели. И оно вот как раз безжалобить изображение. Вообще, что это творили из волос, это не представимо. Целые пейзажи, букеты, браслеты и так далее. Ну, кстати, вы знаете, наверное, из русской истории, когда умерла жена декаприста убавших, Фаниле Розанцюк, который помните этот фильм, там описано как раз ее история, когда последовало за мужем, она была вообще здесь, француженом, да, и он за с ним, и вот он как раз из ее волос плев себе цепочку и носил на ней листь. Но обычно делали браслеты из волос, не обязательно это траурный браслет, это может быть дарный браслет. Но обычно это сразу видно, где-то траурный эта панель, а где она в панели любви, там очень такая частая композиция, два каких-нибудь букета сплетенных, скажем, из двух локонов, один локон это ее, другой локон его, и вот часто этим украшали еще так называемый особый миниатюр, который ну, 25 лет был очень популярен, это так называемый глаз любви, миниатюра, который представляет только глаз, причем портрет нарисованный глаз, это и такие миниатюры в том случае, конечно, когда дарили нам память возлюбленным, когда эта любовь, так сказать, была не афишируема по той или иной причине, либо это были обрученные, которые еще не стремились объявить там о своем обручении, либо это был там новый человек, который, скажем, уходил на войну, не знал, бьют его или нет, и поэтому не брал там строгой клятвы, что его будут ждать, потому что не хотел связывать с этим обещанием, либо это были любовники, ну, в общем, вот глаз любви были даже личности, которые коллекционировали, но в основном монархи, которые отличались из для людей. Вот это вот брестерское стекло показывает то, что в этой миниатюре когда-то вот выходился локо. И шестое это центральное отделение, которое, как вот сказано, обычно используется для локона волос ситр. Ситр это собственно портретируемый. Тут опозил. Вот, что здесь еще у нас, да, вот здесь вы видите вот фрагмент какой-то рекламы, скорее всего, там анафактура какая-то там, да, это брали любую картонку достаточно прочь, это может быть кусочек визитки, фрагмент рекламного объявления, тот же игральные карты, это поддерживающая такая часть, опять же, ее могли приклеивать, могли просто положить для того, чтобы еще раз предохранить, лишний раз предохранить вот эту вот костяную пластину. Ну и здесь еще есть часть, которая венка встречается, это подложка, вот это бристольское стекло, которое чаще всего главобойночное, шелковое. Кстати, шелк тоже часто вы можете видеть на миниатюрах, как заднюю подкладку или сутно, и каждый раз, если есть ткани, то уже большая помощь, потому что о ней можно датировать произведение. Но для чего еще разбирают миниатюры? Дело в том, что у художников кто-то ставил, скажем, автографы или писал полностью, кто-то нарисовал, так сказать, на миниатюре, а чаще всего сами художники или родственники портретируемых, они писали, кто рисовал, кто изображен и когда все это происходило на задней части миниатюры, обычно на картоне, который к ней приклеивался. Кислотовой кости, конечно, нет. И поэтому миниатюру разбирают в надежде обнаружить, кто уже на ней изображен. И это очень важно, во-первых, конечно, для коллекционера, собирателя, потому что очень интересно узнать, кто это, собрать на какие-то снижения, как воскресить этого человека. Но это важно, конечно, и для билеров и продавцов миниатюры, потому что если известно, кто изображен по художнику, то автоматически поднимает цену миниатюры, особенно если, конечно, кто-то неизвестно изображаемый лиц тоже. Ну и теперь, собственно, поговорим много о самих художниках. Ричард Косвей. Он был учителем с марта, о котором я уже вам сейчас немножко говорила. И это был придворный художник одного из Георгов. Я уже, честно говоря, запуталась, какой, по-моему, третьего. И он был его придворным художником еще тогда, когда тот был принцепой, принцепой, английский. Это был человек, вообще, вот поразительно, если посмотреть на биографии английских миниатюристов, то действительно можно писать роман, собственно, что и сделали, потому что в одном из романов недавно, выше, чем 20 века уже, там как раз действуют три миниатюриста и один портретированный. Это третий миниатюриста, это, собственно, Смарт, Трос и Посвель, вот о которых я буду говорить. И у них у всех биографии поразительные, вполне в духе эпохи, эпохи очень непростой, потому что там были, был свой блеск и рядом страшная нищета, был фавор и рядом падение, был культ разума, рядом безумие и многие художники через все это прошли. Ну вот здесь автопортрет косвия, знаменитый, потому что никогда он так себя больше не писал. Здесь он на вершине славы, богатства, он даже, вот видите, заказывает у очень модного ювелира золотую рамку для этого портрета. Это портрет, который он дарит своей жене, которая итальянка и тоже художница по миниатюре, знаменитая. И вот у них было такое соревнование, такой подарок, но в то же время со значением. Он показывает, что он может быть не хуже ее и более того, что он это же переплюгал, потому что он здесь использовал смешанную технику в изображении. То есть здесь есть акварель, здесь есть рисунок, здесь есть пастель, здесь есть даже эмаль. И вот все это он совместил в одном этом портрете самого себя, так сказать, приоделывая, даже тут видит, ну, так, правда, мода была довольно кратковременно, коронавстаевая, да, часть коронавстаевая пушки, которые тогда разрешили носить не только короля. и вот здесь такой портрет удачника, человека очень счастливого, который на вершине славы, определенного могущества, потому что он вхож во все аристократические дома Англии, не только Англии, и ко всему еще очень удачно жениться, удачно, потому что она достаточно обеспеченная женщина, еще и по любви, еще и художница. Но потом вот это все пошло под откос по ряду причин. Началось все с того, что у Косве и его жены не жили дети, что называется, то есть они было пять их рождено, и все они умерли либо первые дни после рождения, либо еще на том возрасте. Только две дочери остались живых, но они потом одна любимица отца умерла, когда я было пять лет, и после этого Косве на какое-то время вмешался, потому что он всех поразил, он нашел, уговорил королевского, этого человека, который бразомировал тела, но если монарша особо умирала в пути, то надо было бразомировать и привести там к месту погребения, допустим, тут же обычай был в России. Так вот, он уговорил этого бразомировщика королевского, тут он забразомировал эту девочку, он положил ее в своей комнате, приходил к ней разговаривать, рисовал ее, дарил ей подарки. В общем, друзья за него очень опасались, но потом все-таки ТТ, как они говорили, эксцентричности излечился и позволил жене, которая умоляла, как лично было это, умоляла похоронить эту девочку. Но потом, какое-то время спустя, 15-летний погибла и вторая его дочь, это очень баланс художница тоже, такой сорванец, девочка, которой много всяких, девушка-легенд, там рассказывали, потому что она, то она там переодевалась в мужскую одежду и изображала из себя грабителя, то по счастью там пыталась ограбить друга отца, то то ее узнал, разоблачил, так сказать, и привел домой, то она там шутила со знаменитым художником, я уже не помню с кем, чуть ли не с Гейнсбора самим, и шутила, каким образом, она, значит, отлекла его разговором и тихонько поменяла краски у него там на столе, после этого он там разговаривая с ней вдруг обнаружил, что он рисует там даме в облако зеленый цветом и так далее. За это, кстати, очень летела от отца, но она была, значит, ступился тут, с кем она так пошутила. Вот эта вот девочка, девушка уже в 15 лет, она погибла совершенно нелепым образом, потому она была прекрасной налезницей, но погибла, как ни странно, того, что ее понесла лошадь, причем лошадь, которую, в общем-то, она прекрасно знала и это было вообще непонятно, почему она с ней не справилась. И после этого новый удар, это вот болезнь жены, которая после начинает, значит, вывозить в Италию, потому что на нее был туберкулез, и ей было запрещено жить в Англии, потому что климат ей не подходил. И получилось так, что Косвий не мог жить в Италии, он очень сильно тасковал, и в результате пара разъехалась, и Косвий стал, так сказать, очень, пришел в католичество, впал в невероятную религиозность, ну там, то ему мерещено, что-то, так сказать, разговаривает с пророком, или с самим Христом, или там с его воскрешенными детьми, он писал об этом с длинной трактаты, и король, который был очень смущен этими проявлениями его неадекватности, сказать, он просто его отставил от своей особой. И так закончилась эта блестящая жизнь, ко всему у него был еще паралич после всех этих ударов, он потом смог опять разработать руку и рисовать, но последний у портрета это, конечно, совсем нечто иное. Вот его автопортрет известный, он вроде бы такой велиоречивый, но на самом деле шутливый, потому что разнообразный, там, во-первых, он смешал атрибуты всяких искусств, смешал, так сказать, такую пародию на микеланджеловских некоторых пророков и смешал там еще разнообразные знаки разных, так сказать, религий. И в результате всего этого смешения там еще, если вы смотрите, что там на породе, там, как ни странно, получается снеси непотребный стишок в адрес своего друга, который там увлекся каббализмом. Это автопортрет 1790-го года, к сожалению, тут меня не очень хорошо видят, но здесь как раз Косвей уже после смерти одного из сыновей, поэтому жена очень опасалась, что он погибнет, тоже умрет, он в утешении ей нарисовал собственный патрект. Вот это не тот же патрект, ни странно, копия с него. Это Джон Данс, один из учеников Косвия, это подготовительный рисунок, тоже карандашный его портрет, который он не осуществил. Здесь он просто интересен, потому что это взгляд со стороны, и он рисовал Косвия как раз когда тот объяснял что-то одному тоже из своих учеников. Здесь такое очень живое выражение лица. Это единственный предполагаемый портрет Косвия в музеях России. Причем я даже сомневаюсь, что это скорее всего тоже из учеников, по крайней мере судя по Белилам, которые спорят с нашей платки, это не совсем характерно. Косвия Вот. И с этим портретом вышло недоразумение, потому что очень долго считали произведением русского художника, потом выяснили, что не русского, потом думали, что это изображен на пняже Борядинске, потом выяснили, что не Борядинске. В общем, кстати, он остался в одном из музеев провинциальных русского искусства и вот ждет своей атрибуции. Косвия работала не только как миниатюрист. Вот это портрет леди Амелия Карпентер в 1798 году. нормальный, ростовой портрет, но интересно то, что этот портрет не понравился леди, потому что она была известная красавица в свое время и она осталась недовольна и сказала Косвию, что она ждала парадного портрета и вот это было бы хорошо уместно в миниатюре, но то, как он ее изобразил, это неприлично для портрета, который будет висеть в ее зале. портрет остался у него. Кстати, поразительный еще случай связан со Смартом. Нет, с Косовым опять же. У него, значит, он однажды нет, Лоуренс, с Лоуренсом. Значит, Лоуренс рисовал портрет одной дамы, которая тоже миниатюрная, которая обещала ему заплатить, в результате так сказать, не заплатила, вот, но отняла у него этот портрет по суду. Но он очень разозлился, разозлился больше всего не за то, что ему не заплатили, а за то, что дама была очень богата, очень мелочно торговалась, и что она его измучила во время сеанса. И он просто вот наоборот этой миниатюры написал, вот это самый большой его автограф, он написал такую едкую очень характеристику этой дамы, причем мелко так очень, и естественно все это потом оправил, и приподнес ей, в общем, оказался, сказал, что претензий к ней не имел. Вот она была очень такой, значит, ее дочь, была очень ярая такая собранница миниатюр, и она потом, так сказать, протирает миниатюру, обновим эту надпись, и очень обрадовалась, хотя там были такие очень резкие высказки, там насчет скупости, насчет гадкого характера, насчет отсутствия остроумия, потому что все ее шпильки, как он там пишет, они все тупые, что меня больше всего раздражает в таком духе, но дочь не только не стала подстирать автограф, но сохранила, как большую музейную ценность, потому что тогда уже это ценности мило, невзирая на то, что это, кстати, изображало мать на лучшем обуви. Это очень редкий портрет, портрет Леди Косвит, это его жена, и вообще таким манером изображали, видите, он парный, кстати, к самому парадному портрету, рама такая же, вообще, таким образом изображали обычно куртизанок, ну, либо, понятно, невест, и обычно, если это была куртизанка, то этот портрет имел возможность сохраниться до времен определенных, прожить 200-300 лет, если же это был портрет жены, то, как правило, его не оставляли, то есть наследники попросту после смерти того, кому он принадлежал, либо клали его в гроб в супругу, либо попросту уничтожали, потому что считалось постыдным, что вот кто-то, мать там, или бабушка, достанься в таком виде, но вот после портрет его жены муж, потому что он была итальянкой, как бы спокойнее относилась к женской наглоте, потому что все эти вот античные статы, вот это изображение, которое вообще в итальянском искусстве встречается, и она не придиралась к тому, что он как бы остался при муже, и вот он дожил до того, что его выставили в музее Виттоле Альберто. Вот она, она же, Мария Фаньяни, но это вот через 8 лет, после того, как он ее изображает невестой. Вот у жены ножницы. Вот он ее рисует просто карандашный быстрый набросок во время путешествия в Италию. А это очень интересный портрет, это тоже такой вот портрет, сделанный по очень грустному случаю для одной натной дамы, которая умерла молодой от родов дочь. И вот он рисует, это как бы фактически это портрет сестер, только одна мертва и как бы находится в погребальной урне, а другая вот та, которая осталась в живых, и это нарисовано для их матери. Вообще таких вот портретов загробных очень много сохранилось у меня туристов, иногда они просто душераздирающие, потому что, например, у французского художника Агустена есть портрет, кстати, как вы можете там отличить что-то загробный портрет, либо это будет турна, либо это будут облака окружающие, там, бёст изображенного. Так вот, у Агустена есть портрет, сделанный для госпожи Рейналь, он нарисовал портрет ее детей. Это вот восемь человек разного возраста, из них есть молодые, там, тридцати лет, есть двадцать лет, есть там, пять. В общем, это женщина, которая пережила восьмерых своих детей. Но не осталось никому из детей в живых. Она попросила художника, который был близок к ученик-дому, он делал миниатюры вот их все, когда они росли и там все знал живыми, делать вот их портреты. Он изобразил для нее вот всех ее детей и включил туда еще последнюю, девятую дочь, которая еще была жива, но уже умирала. Туберкулез, если тогда начиналось это, вымирали семьями. И вот он изобразил эту дочь, они все как бы в профиль, а дочь она как бы смотрит на нее прямо и носит очень скоро скончалась. И вот этот портрет долго находился у матери, пережившей их. Она известна была благотворительница со мной. Вот это вот такой вот портрет Маргарет Хокс, который скорбит, оплакивает свою, значит, кончил своей сестры и сделан диагноз. Ну, это очень знаменитый портрет тоже, может, что керцог Верингтон уже после битвы при Матерлоу. вот и здесь он изображен Хосвием во время трагических для Герска событий, когда он развалился со своей женой. Это очень долго такая неприятная история для всех. и Хосвием все пытался его развеселить, потому что он делает портрет для короля, который намеревался его подарить кому-то из коронаврных особ, и надо было, чтобы Герцог был весел. Вот веселым Герцогу не получилось, ну, по крайней мере, и Герцог очень хотел быть изображен в профиль, а Хосвием противился, потому что говорил, что нельзя, вот ваш нос, он как бы совершенно неизобразим на миниатюрном портрете, он просто перекроет весь огонь, он за сырьем разворачивает три четверти, чтобы немножко этот нос, на что Ленингтон ему говорил, что вы рисуете Веллингтон, а не Амура, вот и нарисуйте, как он Ленингтон, как он есть. Это Принц Уэльский, будущий Герк четвертый, значит, он претен при Львотворе, был 1783 год, и этого же принца, еще во времена, когда он был принцем, рисовала Смарт, у них было такое соревнование своеобразное с Косвием, хотя Косвием был любимым учителем Смарта, но у них были совершенно разные похожи, к модели, к искусству, и Смарт так подкалывал Косвием за то, что он приукрашивает свои модели, на что Косвием говорит, что он не приукрашивает, а просто подчеркивает их достоинство с помощью освещения, и убирает с помощью этого же освещения недостаточно. И у них было соревнование, вот этот портрет принца Уэльского был нарисован Косвием в рекордно короткое время, там, за полчаса, а приблизительно за полчаса там смотрели по тронометру, а Смартом в ответ он нарисовал портрет принца Уэльского на ногте собственного принца Уэльского, и принц Уэльский потом очень переживал, потому что ему не хотелось потерять портрет, но не хотелось снимать и ногу. В результате портрет все-таки состынули постепенно. И это прекрасная миниатюра, она называется «Знатоки». Она была найдена в вещах Косвием уже после его смерти. Все эти люди, они реальные персонажи. Это реальные такие вот люди, известные как ценители искусства целого времени, но это такой очень яркий и едкий шарш. Дело в том, что все эти люди, рассматривающие мраморы, они по мнению Косве не ценители искусства, на самом деле, а либо слогострастники, либо люди, которые держат другими пороками. И вот таким он их и рисует. Меценаты его времени, собиратели, коллекции. Здесь целая гамма таких вот чувств, отнюдь не восхищение перед искусством. Один уже присытился, потому что слогострасти уступило обжорству его жизни. Другой, так сказать, изображает такое притворное смущение, своеобразное своеобразное отношение к заказчикам здесь проявилось. Ну и детские портреты. Косве был одним из тех художников, которые редко встречались в Англии, потому что он отказывался рисовать портреты умерших детей. Родители часто на этом настаивали, и с натуры это все рисовалось, только глаза там открывались. потом такие фотографии делали в вегетарианское время, жуткие совершенно, когда там фотографировались с мертвым ребенком, там, ретушили, открывали ему глаза. И учитывая, как вообще это делились эти до керотипа, и смог приходилось вредному ребенку сидеть неподвижным, то очень трудно понять, где там живой братик или сестричка, который обнимается вот там мертвого братику или сестричку. И вот это, на самом деле, это, конечно, не столько какой-то макабр, убеждений в том, что воскресенье будет, и вот живые и мертвые они все равно едины. Дело в том, что фотографии этой миниатюры стоили очень дорого, иногда человек, ну, конечно, не такой, как там Спенсер Граф, а человек попроще, он не мог себе позволить очень долго заказать хорошего художника эту миниатюру, а когда уже кто-то умирал, тогда уже, понятно, это никак не думаю. Ну, вот, Косвий, именно потому, может быть, что он терял одного ребенка за другим, он как-то очень был суеверен и вообще чувствителен, он говорил, что у него было такое железное правило для отказа. Я не могу, так сказать, это сделать, потому что, когда я вижу мертвое дитя, я плачу, а мне, так сказать, это мешает мне рисовать, поэтому все портреты его детей, они гарантированно написаны живым, что очень, на самом деле, облегчает, утешает. Ну и вот портрет неизвестный 1795 года, это вот очень такой косвийский портрет характерный, неприлично считалось рисовать людей смеющихся, так, чтобы зубы не должны были быть видны, но косвий всегда, как бы, избегает. Это, с одной стороны, вроде бы не открывает модели роты, и в то же время дает такое ощущение вот такой улыбки, при которой как раз видны зубы. Это автопортрет уже последний. За долго до смерти уже написано после инсульта. Джон Смарт, ну тоже здесь очень такой волевой характер, очень интересный человек, человек, который очень много прожил в Индии и оставил прекрасные миниатюрные портреты индийских аристократов, настоящих тусик порождения, индийских принцесс, и даже обучил там этнических индийских живописцев, в то же время от них научились определенной техники. И вообще безумно любил Индию. Потом вернулся в Англию, у него родился здесь сын. Этого сына, так сказать, Джона Смарта младшего, причем единственный его был сын, потому что другие дети тоже умерли. Но это почему умерли в Индии, который он страстно любил от разных тех болезней. Тогда детская смех была очень большой. И если начиналась детская болезнь, корей, было предполагать, что косты могут умереть все. Пока они начали все это прививать. И вот с сыном этим Джоном приезжают в Англию, становится придворным художником. А, еще про косви забыла рассказать. Косви был вообще центром кружка своеобразных интеллектуалов. и в какой-то момент ударило в голову богатство, которое тогда у него было. Он переехал на одну из аристократических улиц, купил там очень дорогой дом. И после этого дома была статуя обезьяны, поставленная прежним владельцем. Он убрал эту статую обезьяны, поставил туда статуи льва и герб, который ему даровали. Он не был знатного происхождения, но герб ему дали, как придумал художник, он его в лапу поставил. После этого кто-то с друзей написал эпиграмму. В стихах я, к сожалению, не принесла этот текст. Раньше в доме жил льв, а обезьяна осталась наружи, теперь все наоборот. Ну и после вынужден был не только продать дома, уехать из него, но и потом очень долго эти стихи шли в сборник индийских потешек. Правда, к счастью, мало кто знает, что кто-то про художника кусал. Ну вот о Смарте. Итак, он очень долго жил в Индии, потом вернулся, главным образом, чтобы дать образование английское сыну. И сын его был замечательно подающим надежды художником, который, кстати, Смарте счел очень своеобразно. прежде всего хотел делать из него рисовальщика, отбирал у него краски, вообще любые рисовальные материалы, кроме карандаша, который начинал острозатачивать. И вот первоначально он рисовал только карандашом, причем штрих у него проверял самодеть. И только потом, когда он владел карандашной манерой, он уже стал ему давать акварели и масло и так далее, потому что он рисовал всем. И благодаря вот этого методу имеем множество копий произведений, миниатюр других художников, миниатюр из лондонских музеев, которые уже либо пропали, либо погибли, там часть погибла во время бомбардировок, уже во время войны. Но именно благодаря этим рисункам, сохранившись у Джона с Мартом младшим, их внешний вид может представить. в произведении искусства. И вот Джон Смарт младший получал заказы, рисовался как миниатюры, когда Джон Смарт старший захотел опять вернуться в Индию. ему было уже где-то около между 50 и 60, сыну соответственно было 31 год, и он сказал, что он сыну оставляет свое ремесло, оставляет свое место под солнцем, а сам возвращается в Индию, которая очень прикипела. он хочет там остаться жить и там умереть. И получилось вообще история очень трагическая, потому что Смарт в Индии не умер, а он это его сын, который приехал проведать, зародился там какой-то лихорадкой, и буквально через два дня его не стало. После этого Смарту опротивил Индию, он вернулся в Англию и жил очень уединенно, с прекрасной библиотеку там собрал, были у него там еще коллекции замечательные, но судьба их просто неизвестна, потому что удавали, распродавали, никуда они там разошлись после смерти. Ну вот это автопортрет, это не миниатюра, это вот и то и другое было обычно масло, это одна из очень известных, где смарт тоже вертуозен совершенно, потому что здесь вы видите мисс Элизабет Бинни и мисс Харри, они исполняют некий французский дуэт, и вот миниатюра, которая по размеру вот те же самые 9 на 7, перевернутые, она под лупой, здесь вы можете прочитать полностью каждую ноту и слова этого дуэта, ну а подпись самого смарта, там этот Джонс Март Пинкс поплатный и дата, еще меньше, то есть ее просто не видно, если поглупо и не смотреть, но не говоря о том, что конечно каждый волосок, там каждая шемчужинка, ниточка, это все вообще смарт отличался прекрасным знанием анатомии, он очень гордился тем, что вы живые люди и каждая косточка на месте, и каждая косточка обтянута кожей, как мы говорим, это подготовительный рисунок, который в данном случае используется как портрет, потому что совершенно прелестным, а портрет сам не сохранится, хотя скорее всего он был. Вообще многие миниатюры существуют в разных вариантах, например, Эремей Мейер, знаменитый иномилист, он сначала выполнял миниатюру в технике акварели, потом в таком же размере делал эмаль, и акварель была подготовительной, но она сохраняется, она делала не копии одной и той же миниатюры для всех членов семьи. Вот это подготовительные рисунки с марта, нереализованные портреты, вот и сейчас они тоже мелькают на аукционах и стоят не меньше, чем худлинные, вот, завершенные портреты. Очень часто у него рисунки они более-таки живые, так видны, чем сам миниатюры. И это один из первых портретов молодого с марта, портрет пожилой леди, который он очень любил. Мы не знаем, кто это, леди, вот настолько ему нравился этот портрет, что после смерти эта женщина выкупила и держалась в себя, может быть, потому что он был одним из первых им проданных, не знаю, трудно сказать, но вот, то, что из имущества с марта, что дошло до нашей людей. Это вот один из его индийских портретов, портрет неизвестного. Мне он очень нравится, он мне вообще 1789 года, мне кажется, впраздительно современный вот это, как будто он в 20-м веке нарисован. это тоже индийский портрет, тоже 1987 года, это какой-то неизвестный офицер. тоже, ну, большинство, конечно, мы не знаем, кто изображен, но вот очень бритуозный портрет, это один из последних с мартовских портретов, который налькнул на аудиционах, на кризисе, на фантастическую сумму. Неизвестный, неизвестный, вот этот тот портрет, о котором я говорила, портрет Шина Семи Тейлера, где с марта рисует человек пострадавшему во время пожара. Могла бы, конечно, не оспа, но на нас учительный пожар, потому что об этом сказано наобороте это портрет. Элизабет Арлистет, это очень известная аристократка того времени, и поразительно, что он как рисует портреты, этот додавительный набросок, она принимает его запросто, то есть она даже здесь подобие такого утреннего костюма, накидки, рифопота и без высокой прически. А портрет, который он сделан с этого наброска, тут же разворот уже лицо, но только прическа уже довольно такая пышная, модная, и, соответственно, платье. И вот, почему его еще показывают, потому что тут такая перекличка с нынешними нашими обстоятельствами, потому что он делал покорительный рисунок во время страшной жары, и леди не приняла его как должным образом, потому что они были еще близкими друзьями. Прекрасный такой прелестный портрет мальчика 1770 года. Предполагаю, что это один из его детей, но который не выжил, не должен. 30-летнего возраста. И еще хотелось немножко рассказать о коллекциях миниатюр и про русские миниатюры. Пока пропущу про русские коллекции, потому что это будет как мы и семья будем говорить о русских миниатюрах. Поговорю вот о одной из крупнейших коллекций всех времен народов это была коллекция Джона Перконта Мордана. Ну, известный миллионер, мультимиллионер. Вообще поразительно, что состояние его вообще трудно представить нормальному человеку, потому что по нынешнему курсу это порядка по-моему 2 миллиона долларов. Что-то вот такое вот. То, что уже невозможно озвучить. по крайней мере, у него капитал был равен бюджету трех крупных государств на тот момент. и это был человек, который очень гордился своим происхождением пиратов истоком богатства в этом крабеже. И он даже утрировал, он все время подчеркнул, что он на бирже такой же пират. И вот, вы знаете, знаменитый боливар не вынесет двоих. это вот такой вот, ну, конечно, не о Моргане речь идет, но характер списанный с него. И вот этот портрет, который он заказал, ну, к сожалению, не в цвете. Вот видите, что он в руках держит. Нож, направленный в зрителя. На самом деле, это ручка кресла, но Морган специально попросил портретиста сделать вот именно так, чтобы было по коже собирать кого-то порнуть ножом. И только при близком рассмотрении было очевидно, что это ручка кресла. Ну, его считали уже таким безжалостным человеком, но после его смерти обнаружилось, что это было несколько почетная безжалостность, потому что, и может быть, не совсем соответствующая действительность, потому что, во-первых, Морган, оказывается, содержал порядка, там, 50 очень крупных больниц со всем штатом, с выученными им же докторами, приюты, причем у него всегда была адресная помощь, он никогда не давал деньги фондам, это было такое вот правило, он всегда занимался всем сам, то есть, если у него это была больница, он сам находил у него врача, находил штат, делал там лично проверки, если это был какой-нибудь приют для Берна, то он находил каких-то учителей, которые там учили, привезли, и там подобное, если там сироты были, то он лично смотрел, как это он сироту учили, какое ему образование давали, все им органские сироты получили высшее образование, и там подобное, и вот этим он никогда как бы не проверил, как он написал в своем завещании, что как бы не надеется попасть в рай, потому что понятно, куда он попадет, а делает это просто по склонности душевной, вот, и по своему глубокому убеждению, что фортуна возносит на верхнем лучшем, почему же иногда не помочь лучшим, который оказывается под колеса, и Морган был страстным коллекционером, он коллекционировал, наверное, все, у него вообще была тяга очень красивым вещам, кстати, безупречный вкус, и он коллекционировал мебель, коллекционировал архитектурные сооружения, коллекционировал книги, библиотека была совершенно фантастическая, коллекционировал миниатюры, это была крупнейшая коллекция миниатюрка искала всех времен и народу, причем все это он собирался совещать гордому ее, но не успел, он умер скоропостижно, и наследники, зная прекрасно, что это его боль, они все-таки не выполнили, но на этот раз к счастью для большинства других музеев, и в том числе для кучи английских музеев, благодаря вот этому факту, кроме того, наследники сначала все-таки речь шла о том, пока был жив, старый адвокат, который тоже завел процесс, который знал это устное распоряжение, вот он тянул, пока он был жив, в общем-то, все-таки эти художественные сокровища находились в Нью-Йорке, никуда не расходились, и были открыты для посещения, но потом, когда умер вот этот старый юрист, наследники добились своего, и устроили такую грандиозную распродажу его художественных коллекций, и, значит, миниатюры разошлись где-то порядка в три дня, и причем за фантастическую тоже по тем временам сумму несколько миллионов, но это была только 1-8-я часть того, что Морган на них затратил, и, как сейчас полагает, 1 сотая того, что он действительно стоил. То есть они очень торопились, чтобы скорее это все продать. И что было в этой коллекции Моргана, мы можем представить благодаря двух каталогах, которые были им заказаны. Тогда еще мне делали вот эти цветные изображения, и Морган и, наверное, и два каталога они тоже сейчас в потрясающей редкость, потому что там, по-моему, 5 или 6 экземпляров каждого были изготовлены, были изготовлены вручную, то есть каждая миниатюра была, сфотографирована, вручную раскрашена совершенно такими же цветами, какими была она, и все они были изготовлены, напечатаны в натуральных количествах. Соответственно, благодаря этому уникальному каталогу мы можем представить хотя бы отчасти, что входило в эту коллекцию. Все, конечно, не попали, все в эти каталоги не попали, потому что их было порядка там 20-25 тысяч. Но тем не менее некоторые попали. Ну, вот это вы это миниатюра, которая создана по оригиналу Бандейко, это Гальбей, знаменитейшей миниатюры, которая сейчас находится в музее Геора Эльберта. Это тоже миниатюра Оливера, которую он сделал для Елизаветы английской по случаю победы над... Гальбейко, прекрасная миниатюра, это техники Гризая, герцогини Спеннессер, это уже вы узнаете номерок Косве, это Горфини Дюбари, за которую молился один из персонажей Достоевского, которые отрубили голову во время Французской революции, во время пожилой, жило-тихо-единенный, помните, умоляла Палача одну минуточку господин Палач, да, вот это Достоевского тоже об этом есть. Здесь она очень похожа на шартрису Хориньку, мне кажется. Вот. Это смарт. Это очень интересный художник Шелли, который специализировался, ну, не только на это, конечно, но очень любил рисовать семейные идиллические сцены, специализировался на как раз изображении родителей с детьми. Самый-самый любимый полсюжет ему заказывали. Именно такие сцены. Это вот портрет Марии Антуанетты. Кстати, вот на этот лист очень много подделок. Это изготовленный с Мартом по просьбе самого Моргана портрет одного известного лондонского Равина. Это портрет уже французской партии миниатюры Густен. Это знаменитый портрет Венера Лебера работает. Вот я вам говорила портрет Густена, но это не тот, где 9 человек детей, но вроде так вот тоже это загробный портрет госпожи Рейнальера, другой знакомый, которая по образу Рейналье заказала. Вот сам Абрустен, один из виднейших, может быть, виднейший французский миниатюрист начала 19-го века. Это была коллекция Моргана. И, конечно, если говорить о коллекционерах, надо говорить о Дахне Коскетт. Это такая удивительная женщина. Она начала собирать миниатюры поздно, где-то с 46 лет, потому что к тому времени выросли ее дети, к тому времени скончался величай любимый муж, и она со всем жаром отдалась этим, как она говорила, произведениям, за которые чувствуешь такую же ответственность, как и за собственных детей, потому что каждый надо писать, а каждый нужно узнать. из этого увлечения родился огромный тонный словарь миниатюристов. И у нее сама была прекрасная коллекция, не такая большая, как у Моргана, но очень-очень хорошая, и она никогда не покупала те миниатюры, которые ей не нравятся еще, не только даже самого знаменитого художника, но если ей не нравится портретируем, она никогда не приобретала такую миниатюру. И среди ее миниатюр есть замечательная по своему исполнению, в том числе по редкости работа. Вот, например, вот этот, который здесь на обложке, это портреты братьев Кроссов, и нарисовал как раз Ричард Кросс, миниатюрист, еще когда он был в возрасте 16 лет, по-видимому, это вот тот юноша, который обнимает блатшего брата. Кросс был глухонемым от рождения, он был аристократом, и рисовал миниатюры попросту, по склонности ради развлечения, ради страсти к живописи, но так получилось, что в результате очень неудачных вложений разорился его отец, и Кросс, благодаря своему искусству, не только смог вернуть имение, и выучить всех своих братьев и сестер, и помогал им, так сказать, деньгами, но и стал еще самым очень богатым человеком. Но, несмотря вот на то, что он сыграл такую важную роль в своей семье, что его все считали за второго отца, это был человек тоже с очень, очень несчастной по-своему, потому что он всю жизнь любил свою двоюродную сестру, троюродную сестру, простите, и которая росла вместе с ним и вообще не рассматривала в качестве, так сказать, воздумленного, он для нее был братом. Она очень возмутилась, когда он ей сделал предложение и вышла замуж за совсем другого человека, кстати, которого он близко знал, а тот уже был художник, и она так была возмущена, что он на нее смотрел не как на сестру, а как на потенциальную жену, что она запретила ему когда-либо пытаться видеться с ней. и получилось так, что Кросс, который по причине своей немоты и глухоты жил сначала вот с этим братом, с которым он себя изобразил, потом после его смерти, брат был посредником его дела, его переговоры с клиентами и так далее, после его смерти он поселился по иронии судьбы с родным братом этой своей троюродной сестры, со своим троюродным братом. и каждый раз, когда она собиралась навестить брата, она передавала через слугу записку Кроссу, чтобы он ушел из дома, чтобы он мог исполнить данное слово. И получилось так, что она узнала некого лекаря, что скоро должна умереть, она тяжело болела, что ей там остается месяц не больше жизни, и решила, взволнованно этим обстоятельством, решила заехать попрощаться со своим этим братом, не предупредила Кросса, и столкнулась с ним в дверях. И потрясение их обоих было очень велико. Кросс настолько был потрясен, что воспоминанием видевшую эту сцену его, племянника получается и биографа одновременно, потому что он написал биографию, Кросс начал даже что-то нечленораздельное говорить, хотя он никогда не говорил. А она, она естественно помудрела 30 лет, они там почти, не 30, там 18 не видались, она помудрела за это время, она поняла, что было слишком жестоко, они упали друг в объятия, она ему объяснила через этого племянника, что приехала прощаться, что он нам скоро умрет, и после этого очень взволнованная покинула их дом, даже забыла про брата, который в ходе причине отсутствовал, и на следующий день действительно скончалась, это потрясение подтолкнуло, наконец, после чего Кросс был настолько потрясен, что впал в тяжелейшую депрессию, и сам через два с небольшим года скончался, так и не выйдет из двух стран. Я говорю, что не биография, то какое-то еще говорят величайне. И Дахна Коскет очень любила, и она вообще считала во многом, что по характеру эта женщина близка, очень любила такую третистепенную, казалось бы, английскую художницу Сару Бифин, или Миссис Райт. Но вот эта вот Сара Бифин, она действительно человек потрясающей судьбы. Вот ее автопортули. Ну, он в таком размере и есть. Вы видите, здесь женщина лет там сорока. Поверь, очень довольную, счастливую, очень модно одетую по тем временам. И тому времени эта женщина была центром целого кружка интеллектуала, художника, которые собирались у нее, и у нее был какой-то особый вкусный чай. Привозили специальные плантации чайные листы, из которых она там что-то сама плодовала. И вот у этой женщины совершенно потрясающая судьба. Никогда не скажешь, глядя на нее, что это за жизнь. Дело в том, что она была не знатной, не богатой. Она родилась в семье арендаторов, причем в достаточно бедных земледельцев-арендаторов одного знатного человека, графа Сомерса, и даже герцога Сомерса. И она родилась без ног и без ух. И естественно по этой причине она была обузой для своей семьи. И ей практически не занимались. жалела только ее очень одна соседка, которая приносила поесть, обмыть ее. И эта маленькая еще девочка, пяти лет, не имеющая ни рук, ни ног, страстно захотела рисовать. Потому что однажды ее взяли на прогулку, вот эта вот сердобольная женщина, и она увидела художника, который рисовал пейзаж. И она просто не могла от этого художника отстать. и она стала умолять родителей, ей подарили краски. Но родители, конечно, на эту просьбу внимания не обратили, потому что краски стоили дорого, а она и так, ей сказали, что она и так разорения для семьи, поэтому пусть молчит. Но сердобольная соседка, она отправилась к графу, рассказала ему эту историю, там граф герцога не помню, честно говоря, кто из этих сомерностей. В общем, этот Эрл купил ей краски, рисовальные принадлежности и даже стал сам, поскольку он так рисовать, стал сам с ней заниматься. И правда, долго он не выдержал, потому что ему было очень тяжело смотреть, как этот ребенок орудно языком и зубами пытается рисовать. Но он и тем менее нанял учителя. И через год она обучилась, она была очень хорошей ученицей, и родители почувствовали здесь золотую жилу. Они начали возить ее на ярмарки, но им очень резко воспретил это делать принимавший в ней уже участие аристократ, который собрался ее отправить в академию. И очень их разбронил за то, что они так жестоко с ним поступают. И их это очень горчило, потому что они имели вид чтобы опередить такую судьбу, они ее просто продали человеку, который возил ее после этого по ярмаркам. Она обходилась ему в год пять золотых генейм. Ее пропитание, содержание, несколько покупал краской, основанной принадлежности и кормил. Это было все, что было надо на тот момент. И он ее показывал на ярмарках. При этом он брал определенное количество шиллингов за то, что люди зевают и продавал каждый нарисованный портрет еще ровно за столько сколько он ее тратил. То есть за пять дней. И так бы она, наверное, и прожила таким ярмарочным персонажем, если бы человек, аристократ, который принял соседка, которая была птичницей, если бы они не проявили к ней участие, так как они проявляли и раньше. Она сообщила то, что она знала с убитой девочкой, а землевладелец стал ее искать. Он ее нашел. Он позаботился, чтобы ее мучить и засадили в тюрьму, а когда она стала за него заступаться, он потребовал, выставили со стороны, не делая дела, но чтобы по близкой земле травовладелец больше не ходил, как он сказал. И она все-таки выучилась в академии, активно выставлялась, никогда не оставалась без внимания заказчиков, но и кроме того покровительства потом королева и не королева тогда еще не королева. В общем, все закончилось тем, что она еще замечательно вышла замуж за художника, не было двое детей. И ко всему, благодаря своему легкому, как говорили, и очень такому жизнелюбимому характеру, люди, которые поначалу были потрясены его вечером, чувством неловкости, они очень быстро о нем забывали, и ее дом пользовался очень большим успехом. И при этом она рисовала до конца своих дней и прожила достаточно долго, она прожила около семидесяти лет, причем обладала, как говорили, несокрушимым здоровьем. вот биография совершенно такая вот жизнеутверждающая, причем действительно вопреки всему, мало того, что вопреки вот этому вечью, но ей еще не досталось родителей, которые бы хотя бы любили ее, и единственное, что, конечно, ей послала судьба вот этого неравнодушного к ней двух человек, соседку птичницу, которая, казалось бы, совершенно в живописи не разбиралась, потом мецената и ее покровителя, который был землевладельцем. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать. Можно один вопрос? А какой размер самой большой миниатюры? А вы знаете, вот самые большие миниатюры, вот как ни странно, это что-то около, значит, метра на 80 сантиметров, но это, знаете, что это батальная сцена. И там, вот если взять всех героев, это французская миниатюра, не помню, какую битву она изображает, но она исполнена вот именно вот в этой технике, и там множество персонажей, она поэтому такая большая, но это вот по технике совершенно миниатюра. И кроме того, есть еще много, многочисленные копии религиозной сюжеты, Мадонны, там, Поклонение волхов, вот где-то здесь, по-моему, а это не здесь. Потом есть, так сказать, копии фресок Микеланджело, есть прекрасные копии утраченных ныне фресок из жизни Франциско-Оссийского. Это вот тоже миниатюбы. Они выполнены тоже на садлеже, либо на велуме, либо вот на пластинах костяных. Но единственное, что вот костяные пластины на такой размер, конечно, дают пречи на потом местах содержания, поэтому чаще всего это именно верно. Но вот самая большая точно, вот это вот почти метр на 80 сантиметров. Самая маленькая, это, значит, сейчас скажу, так, значит, полдюма это сколько будет? Это 20 сантиметров с 25. 1 сантиметр 25 миллиметров. По полдюма это она круглая. Кросс, кстати, отличался тем, что он когда стал рисовать небольшие миниатюры, он высокие прически дам хитрялся в них поместиться и вместиться. И поэтому, конечно, тоже фантастическое искусство. У Кросса они как раз очень выигрывают от приближения, от лупы. Потому что когда на них смотрят в таком размере, они как-то не поражают. Но когда начинают смотреть в лупу, во-первых, я пыталась через компьютерное увеличение увеличить почти в 20 раз миниатюру, я так и не увидела штриха. Это, конечно, фантастика. Потому что единственное, очень четко эта фактура видна, слоновые кости, видно, где шелушилась краска, где еще, но от штриха это все. Как он это делает? Конечно, в этом плане потрясающе. Круто. Вообще, это целый мир и очень интересный, потому что это же множество лиц, множество людей и множество историй, которые загадочны. А в России вот, кстати, один из прекраснейших миниатюбовских это Григорий Орлов. И она вот, лучше его портрет какой есть. Потому что когда он на него смотришь, понимает, она была нарисована как раз сразу после переворота, он еще в полном упоении всем, чем можно и тем, что удалось, потому что он совершенно искренне готовился к смерти, думал, что там колесуют, они там договорились с братом, что друг друга застрелят, если переворот провалится, обменялись пистолетами. А тут вот вдруг все удалось. Екатерина, так сказать, на троне, он тоже, так сказать, обласкан. И там речь шла о том, что они поженились, и потом, правда, Панин сказал, что мы притягали императрице, и никто не будет поддерживать там графиню Орлову. И фрайл был остатан. Ну вот, и вот он в этот момент вот такой вот своей высшей точки, он и запечатлел. И прекрасная миниатюра, прекрасная, совершенно, и я сказала бы, ничуть не хуже тех, как я расскажу. Русский художник, неизвестный художник, там только предположение кто, но, к сожалению, вот от наших средок очень мало, там две-три фамилии, четыре может быть, которые, достоверные средства, остальное только предположение. Ну, учились они, правда, конкурты, у людей там, англичан, но техникал очень хорошего. Вот Масикийского, понятно, знаем, но это вот гордость Петра, но Масикийский не делал, он там миниатюры по своей сумке, он их делал, в основном, по известным картинам, как уменьшает их, и бог жарил. А вот Орлов, это снатуры, и прекрасного, там, шлей, и там, какой-то ли будет, соответствующий, полет, что такое, там проводилось, по кругу этого переворота, как раз в этом костюме, без образца, как Марса, что-то такое, там, где-то роды, соответственно. Что-то вот в следующий раз мы будем подготовить, что-то найдут, потому что очень мало сведений, и вот как-то у нас это вот и в музеях, вот они есть, но у нас вот отдельных кабинетов миниатюры нет, но вообще вот не отражена, вот как-то так, что вот экспозиции редко это когда встречается, еще камерный портрет увидеть можно, так вот даже вот ты не знаешь, вот смотришь список, вот что есть, но они же никогда не воспроизводили, в основном провинциальные какие-то музеи, а вот что в Эрмитаже есть, в Эрмитаже много чего, и там в оружейной палате, ну, единицы мы только знаем, поэтому там же там есть прекрасный совершенно портрет Шувалова, просто гениальный, но это вот кто-то из французов делал. Вот, все? Спасибо. Спасибо вам большое. Так, кстати, вот императорица Екатерина в этой шапке-то знаменит, это что же меня? Спасибо.